теперь можно включить на youtube вопрос а вот вы рассылаете ссылку по которой я вхожу сейчас дмитрий георгиевич ссылой нет сама ссылка откуда берется ссылка на дело в том что я заказал скажем конференцию не знаю где взять ссылку а чтобы самим самому надо да ну там вы нажимаете сформировать приглашение нам копирует в буфер как-то очень просто ну ладно и участников нужно списке участников нажать что-то там это если он вошел в конференцию если она просто в окне то там нажимаешь куда-то до этого владел уже несколько на мест приглашение дам там вы нажимаете сформировать приглашение ли как-то так и она вам делает вот это письмо ссылкой с паролем ну это текст просто копируется или вот из списка участников как дмитрий пич добрый день здрасте дмитрий георгиевич где георгиев дмитрий георгиевич subst czł oversees а в в Привет, Дима. Привет еще раз. Я слышу такой грохот, все-таки через микрофон его гарнитура, видимо, что я его пока отключил звук. Прямо булькает все. Петь, привет, слышишь? Нет? Да, и не только я. Ага, хорошо. Привет, Сережа. Здорово, Дим. Спасибо. 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 Саша. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Добрый день, Диме. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Здравствуйте. Привет, Ксения. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. 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 Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, я могу. Какие проблемы. Но через минуту. Конечно. Это какие-то марсиане у тебя. Марсиане Юлия Анатольевич. ну что будем начинать начиная у нас на семинаре выступит александр подудный и доклад его называется взаимодействие двух фотонов с массивным с массивом атомов в углу на воде спасибо большое дмитрий георгиевич за представление и большое спасибо для меня вот я второй раз выступаю на этом семинаре и это для меня большая честь я сейчас попробую включить презентацию спасибо что вы согласились выступить это очень хорошо что мы можем проводить семинары вот в это время когда они собраться вместе большое спасибо что вы выступаете ну я еще соглашался когда он был такой оффлайн сейчас я попробую так я вижу презентацию у себя одну секундочку так а видно ли презентацию должен быть виден как раз название нет не видно презентацию видно чат телеграме не это не хорошо это замечательно значит тогда одну секундочку тогда я сейчас пойму может быть он у меня не на тоже то можешь выбрать просто слайдшоу я понимаю я это делал просто мне его нужно на полный экран я прошу прощения может быть надо было чуть раньше это подготовить сейчас секундочку ну вот я могу например сделать так так и так вот так наверное видно да так так там может быть видно что то лишнее но как бы основное наверное тоже видно вот если я нажму Ctrl L то у меня пропадет мне кажется как раз станет плохо я в первый раз нажал Ctrl L ну не знаю я могу попробовать что-то починить но может быть как бы или и так хорошо хорошо если что то я как бы значит я расскажу работу про взаимодействие двух фотонов с массивом атомов в волноводе работа теоретическая и сделана главным образом мною с Сашей Пашакинским который тоже онлайн присутствует и работа совсем свежая и в чем-то даже сырая и мне как раз очень полезно может быть все что я буду рассказывать уже известно просто в другом комьюнити постановка задачи такая совсем простая и перед тем как идти к квантовой оптике это задача про квантовой оптики я может быть ее попробую сформулировать совсем широкими мазками это задача о двух отталкивающихся частицах в ящике две одномерное движение две частицы в ящике и между ними есть отталкивание то есть вот есть две задачи которые я знаю как изначально специалист физики полупроводников которые чем-то похожи есть задача про экситон в квантовой яме экситон это как атом водорода электрон с дыркой притягиваются могут образовать связанное состояние теперь если мы сажаем экситон в квантовую яму то важно что больше либо размер квантовой ямы либо размер экситона если квантовая яма большая то экситон в ней будет квантоваться как целая то есть будут какие-то уровни размерного квантования такой квазичастицы и это одна физика совершенно другая физика если яма маленькая меньше боровского радиуса экситона и в этом случае разрывается как бы экситон и две частицы электрон и дырка будут квантоваться независимо вот это то что я знал перед началом этой работы а физика которую я здесь буду рассказывать она изначально похожая но ответы совершенно другие то есть у меня будет одномерный ящик в нем будут две частицы между ними будет контактное отталкивание и у двух частиц будет хитрая дисперсия вот энергия от волнового вектора будет зависеть не как k в квадрате такая обычная параболическая дисперсия она будет в широкой области волновых векторов вести себя как констант минус один делить на k в квадрате и вот значительная часть результатов будет следовать из такой хитрой дисперсии откуда эта хитрая дисперсия то вот сейчас я и покажу эта хитрая дисперсия будет для как раз для полиритонов для них она очень естественная то есть как устроена у меня задача я начну с одномерного волновода вот здесь он показан у меня есть фотоны которые могут двигаться в одном направлении и у них дисперсия линейная у фотонов в этом смысле не так интересно дальше это пустой волновод свет с линейной дисперсией но что я могу сделать могу добавить сюда атомы одну секундочку я могу добавить двухуровневые атомы то есть я считаю что у меня теперь мой фотон будет резонансен с оптическим переходом ну и эта задача простая и известная это просто резонансная среда расстояние между атомами много меньше чем длина волны поэтому можно описывать мою среду такой эффективной проницаемостью диэлектрической ну и будет расщепление двух веток дисперсии вот у атомов она была горизонтальная дисперсия это просто резонансный переход у фотонов это была вертикальная почти линия энергия это скорость света на волновой вектор и происходит антиперсечение с образованием двух веток таких гибридных возбуждений полиуретонов атомов и фотонов ну и вот нижняя полиуретонная ветка она как раз имеет дисперсию близкую к минус 1 на k в квадрате то есть при маленьких k она ведет себя как свет с линейной дисперсией при очень больших k она выходит на константу а вот в переходной области можно показать что она устроена как минус 1 делить на k в квадрате и такие эксперименты можно поставить? да, такие эксперименты можно поставить я буду иметь в виду системы ну либо это какие-то атомы просто взаимодействующие с одномерным волноводом либо например это могут быть массивы сверхпроводящих кубитов то есть что люди делают люди делают микроволновый резонатор из сверхпроводника тогда можно его охладить и возбуждать вот всего одним фотоном дальше можно эти резонаторы поставить в цепь и связать с волноводом как это показано секундочку у меня не работает вот эта штучка которая указка сходу ну вот стрелочка наверное если видна то а хорошо вот такие микроволновые резонаторы их можно ставить один за другим и это такой искусственный атом а можно брать и естественные атомы и ставить их вблизи волновода или оптоволокна а можно брать настоящие там экситонные полиритоны в полупроводнике делать из полупроводника волновод то есть есть много способов сделать такую резонансную среду и изучать ее уже в квантовом режиме когда мы ее возбуждаем одним двумя квантами но в принципе это такая одномерная задача что ли квантовой электродинамики ну и в очень простом приближении у меня секундочку попробую назад переключить слайд у меня описывается взаимодействие атомов с фотонами в приближении вращающейся волны в электродипольном приближении то есть это самая самая простая модель что я хочу в этой модели сделать я хочу в ней изучать эффекты взаимодействия и я хочу ее возбудить двумя квантами то есть иными словами у меня на нижней ветке дисперсии будут два полиолетона вот первый и вот второй Саша насколько важна упорядоченность вот этих атомов очень важно вот для того что я буду рассказывать важно что модель дискретная и важно будет и что она периодическая и что атомов конечное число то есть пока не изучать эффекты взаимодействия то в принципе казалось бы порядок не важен потому что расстояние между атомами много меньше длины волны и свет усредняет как бы весь этот порядок атомов без учета эффекта взаимодействия это все порядок не важен но вот для того о чем я буду рассказывать для эффекта взаимодействия важно что задача дискретная что атомы стоят периодически это будет важно а в эксперименте вот эту периодичность легко обеспечить или трудно ну для сверхпроводящих кубитов легко потому что там период порядка сантиметра это просто микроволновые резонаторы с периодом порядка сантиметра их как припаяешь так они и будут стоять в принципе нет проблемы для холодных атомов может быть сложнее но люди как-то тоже научились для них делать ловушки вот что мне важно в этой задаче важно что есть некоторое эффективное взаимодействие между возбуждениями в такой системе откуда оно берется я считаю что атом двухуровневый и один атом нельзя возбудить дважды то есть атом может быть либо на нижнем уровне либо если он поглотил фотон он может быть на верхнем уровне а два фотона один атом не может поглотить ну или иными словами два возбуждения не могут сидеть на одном узле если я посажу два поляритона в эту систему они никогда не сядут на один узел то есть между ними есть эффективное короткодействующее отталкивание вот это наверное принципиальная вещь для постановки задачи на два соседних атомы могут на два соседних могут а на один не могут то есть отталкивание короткодействующее но бесконечно сильное и это можно реализовать для тех же самых кубитов это просто у них очень сильный ангармонизм каждый кубит это не гармонический осциллятор а очень сильно ангармонический осциллятор расстояние между первым и вторым уровнем и между вторым и третьим очень сильно отличается этого можно тоже достигнуть задача кажется простой она раньше не решалась вот оказывается что нет мы тоже были очень-очень удивлены я немножечко тогда попробую я вернусь потом но сейчас попробую пролистать в то что мы знаем что решалось решалась следующая задача если все атомы стоят в одной точке ровно то есть расстояние между атомами ноль или бесконечно мало по сравнению с длинной волны света это модель дикая она сделана ну вот в первую очередь дикая в 54 году и особенность этой модели что свет чувствует все атомы в одной фазе то есть будет свет возбуждать атомы таким симметричным образом тогда эта задача решается строго дальше и это вот левая зеленая область если атомы ровно в одной точке и неважно там она в квантовом режиме решается в классическом в каком угодно дальше она решается в классическом пределе если много возбуждений и неважно как стоят атомы тогда это физика лазеров саша на секундочку она решается и что получается ну получается раз ну например лазеры так работают как у вас есть система двухуровневая трехуровневая и в ней можно изучать собственные моды в зависимости от режима там бывает сложная нелинейная физика какие-то можно солитоны изучать можно лазерную генерацию но это все делалось то есть если много фотонов задача решена если и в классическом пределе если это вот сужение спектральных линий ну я думаю что да в том числе да 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 если атомов если фотонов много это просто классическая нелинейная оптика там какая-нибудь самофокусировка оптические солитоны вот эти все эффекты это изучалось и мы тут ни на что новое не претендуем а в квантовом режиме когда возбуждений мало она решена если атомы в одной точке оказалось что эта задача никем насколько мы знаем не решалась примерно до 2019 года если атомы стоят не в одной точке а возбуждений больше чем одно вот например если два возбуждения в этой системе а атомы не строго в одной точке то есть если например на массиве атомов может набраться какая-то конечная фаза волны ну иными словами если взять классическую модель дикие и немножечко раздвинуть атомы вот это не было сделано и это красная область на рисунке если два фотона а расстояние между атомами не ноль а кем было сделано в девятнадцатом году или в девятнадцатом году наверное первая работа была такой датской группы по квантовой оптике мольмер ну а потом мы уже как-то на самом деле мы делали с ними как-то независимо то есть может быть даже может быть это все сделано в какой-то другой области но вот в той области которую знаю я в принципе огромное количество новых результатов было получено всего лишь в две тысячи девятнадцатом году и часть из них я попробую рассказать хотя задача да 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 извините я вас перебил вы договорите пожалуйста не а я все уже сказал а вот тот обзор на Кочаровского и других это что он что это там будет про эффекты сверхизлучения и сверхизлучение это когда свет возбуждает атомов как бы коллективную моду то есть есть атом свет чувствует общество атомы в одной фазе например если атомы стоят в одной точке то свет буду возбуждать возбуждение ну например такие первый атом возбуждна второй возбужден это вот такие эффекты сверхизлучения как бы когда свет коллективно возбуждает атомы сразу Ну и тогда получается, что дипольный момент эффективно усиливается в множитель корень из n, где n – это число атомов. Спасибо. Ну вот я буду про немножечко другие эффекты рассказывать. И, может быть, перед тем, как перейти уже к оригинальным результатам, немножечко про уравнение. И оказывается, что, чтобы решать задачу эффективно, из нее удобно исключить фотоны. То есть у нас, как изначально устроен гамильтониан, в нем есть фотоны, есть атомы, есть взаимодействие. Оказывается, что если расстояние между атомами мало, так что характерные времена, которые я буду изучать, много больше, чем время пробега света через структуру. То можно фотоны исключить. Как бы фотоны будут быстрыми частицами, и можно от них избавиться, решать задачу просто на возбуждение в таком массиве. Ну и это вот то, что написано на этом слайде. Если исключить фотоны, то гамильтониан будет такой. В нем останется энергия перехода, и появится дальнодействующее взаимодействие между атомами. Какой у него физический смысл? Атом в заданной точке может испустить фотон. Фотон летит по волноводу, набирает фазу, вот эту вот Е в степени и омега 0, Z и минус ZG, и поглощается в другом атоме. То есть можно решать задачу просто на атомы. И задача такая хитрая получается. В ней есть дальнодействие, поскольку взаимодействие атомов идет через просто одномерный волновод. Поэтому у меня это не задача с туннелированием ближайших соседей, а наоборот, противоположный предел. В задаче есть очень сильное дальнодействие. У меня радио взаимодействия между атомами, бесконечность. Ну и задача еще оказывается не эрмитовой, потому что возбуждение может просто улететь из волновода. Может атом излучить фотон, и фотон улетает за края структуры. А что, количество этих атомов ограничено? Да, у меня будет конечный массив атомов, например, 100 атомов. Поэтому у системы есть края, и через них она, в принципе, может терять энергию. Кажется, что тоже вроде бы задача такая нехитрая и могла бы быть решена раньше, вот в такой постановке. Нет? Да, совершенно верно. Нам тоже так очень долго казалось, пока мы не нашли. То есть в одночастичном пределе эта задача известна. Если одно возбуждение изучать, про нее все сделано, ну много кем, тут уж я не знаю, начиная с Дики, в общем, кем угодно. Но если в ней два возбуждения, то оказывается, что задача сложнее, чем можно было подумать. И, собственно, цель моего доклада как раз это продемонстрировать. То есть это задача с краткодействующим отталкиванием и с такой дальнодействующей связью, очень сильно дальнодействующей, и с двумя частицами. Вот, собственно, вся постановка задачи уже на этом слайде. Дальше я буду какие-то ответы пытаться рассказывать вам. А время, когда существует оба возбуждения, оно большое здесь считается, да? Да. То есть... Могут быть, он может просто улететь потом. Да, да, да. Но у меня, я изучаю предел, когда радиационные потери для большой системы, они маленькие, потому что края далеко. В принципе, для того, что я буду сегодня рассказывать, не эрмитовость Гамильтониана вообще не важна. Я мог бы поставить просто зеркала по краям системы, и тогда бы вместо экспонента вот этой вот был бы косинус. Задача была бы тоже эрмитовая, но все равно с дальнодействием. Я думаю, что все основные результаты, которые я сегодня рассказываю, они к неэрмитовости никак не чувствительны. И, собственно, что про эту задачу было известно? Ну, давайте начнем с одночастичных возбуждений. Если у меня один полиаретон в такой системе, то взаимодействовать ему не с кем. И это просто задача об N связанных осцилляторах, где N – это число атомов. То, что между ними дальнодействующая связь, это не очень важно. Пока нет взаимодействия. То есть у меня одночастичные возбуждения в таком массиве N одинаковых связанных осцилляторов. Массив конечный. Поэтому собственные возбуждения будут устроены просто как стоячие вылны. И я здесь справа показываю, собственно, как они выглядят. Это результат диагонализации матрицы N на N, где N – 125. Ну и вот какие-то возбуждения я показываю. В зависимости от номера стоячей волны у меня количество узлов в волновой функции меняется. И каждая точка – это просто амплитуда возбуждения какого-то атома. То есть пока я изучаю систему в одночастичном режиме, никаких хитростей тут нет. Все собственные моды – это делокализованные стоячие волны. Ну и единственное, что может быть важно, что спектр-то у меня минус единица на K в квадрате. Вот это вот снизу написана формула. Энергия моды устроена как минус 1 делить на K в квадрате, потому что я нахожусь на нижней поляритонной ветке с дисперсией минус 1 на K в квадрате. То есть K у меня квантованно в этом массиве N осцилляторов. Ну и для каждого K будет какая-то соответствующая частота. Если K большой, то частота близка к резонансной частоте перехода, которую я выбрал за ноль. Поэтому у меня в спектре есть точка сгущения. Вот это, мне кажется, все, что есть в одночастичной задаче. Собственные моды – это стоячие волны, а в спектре есть точка сгущения. Ну, можно это понять. Может быть, я на секунду вернусь куда-то назад. У меня вот дисперсия поляритонов одночастичная, единица на K, единица на K в квадрате. И просто нужно K в конечном массиве взять квантованным. Я получу какие-то точки на этой дисперсии. Если K большой, то групповая скорость маленькая, точки идут густо. То есть это все известно задолго до нас. Это одночастичное возбуждение в такой задаче. А мы хотим сейчас изучать двухчастичное. И для двухчастичных проявляется вот это вот отталкивание. Один атом нельзя возбудить дважды. Ну и я сейчас попробую уже к оригинальным результатам перейти. И просто начну с того, что мы ожидали. Что можно ожидать в такой задаче, когда я сажаю две частицы с отталкиванием в конечный ящик. Но есть два варианта. Первый вариант очень примитивный. Две частицы ничего не знают друг про друга. Это отталкивание слабое. Это вот два свободных квазенезависимых полиаритона. И такие состояния есть в этой системе. То есть мы брали массив атомов и находили в нем просто диагонализации численной все двухчастичные состояния. Вот часть из них устроена как нарисовано сверху. Каждая из частиц образует свою стоячую волну. Друг про друга они ничего не знают. В принципе, бывают еще связанные состояния двух частиц. Это вот как такой экситон, заквантованный в квантовой яме. То есть две частицы связались. Можно обсуждать, почему. Я в этом докладе не буду. Но такие состояния есть. Они образовали связанную пару. И дальше эта пара будет квантоваться в ящике как целая. Вот это тоже даже не про это доклад. Я попробую рассказать, что в этой системе есть еще более интересные двухчастичные состояния, чем вот те, которые показаны на данном слайде. Это вот датчанин, этот Мольмер. Да, Мольмер, видимо, был первым, кто начал всерьез копаться в этой задаче. Но мы с Сашей подключились на полгода позже. Сначала независимо, а потом как-то и начали это развивать. Сейчас я покажу результат одного из собственных состояний в двухчастичных, в таком конечном массиве атомов. И оно получено просто путем численной диагонализации. То есть у нас есть 100, а нет, здесь 60 атомов. Я изучаю двухчастичное возбуждение, поэтому у меня 60 вариантов, где находится первый полиуретон, и 60 вариантов, где находится второй полиуретон. Ну и я могу двухчастичное состояние характеризовать такой матрицей Пси-НМ. Она зависит от двух координат дискретных, первого и второго полиуретона. Ну и я могу ее диагонализовать и построить, что у меня будет. Собственно, здесь с цветом показана интенсивность. Ярко, значит, там возбуждений много. Вот для одного из состояний, которое мы нашли совершенно случайно, там нашла моя студентка в Австралии, мы такого не искали, но когда нашли, очень удивились. То есть как устроено это состояние? Оно выглядит следующим образом, что одна частица локализована в центре буквально на одном атоме, а вторая более-менее делокализована. Или наоборот, вторая частица локализована в центре, а первая делокализована. У меня фотоны – это бозоны, поэтому волновая функция симметрична. Есть две возможности. Либо первая частица локализовалась в центре, а вторая тогда бегает, это вот вертикальная линия. Ну а горизонтальная линия – это вторая частица локализовалась в центре, а первая бегает. Ну и это очень странно. А почему оно сдвинуто от центра? То есть там есть какие-то несколько стадий, да, несколько сдвинутых? Опять, а потому что ровно на диагонали ничего быть не может этого квадрата. Потому что у меня есть отталкивание. Нет, я понимаю, но вот тут как бы 27, а 33 там… Сейчас, может быть, у меня атомов не 60, может, у меня атомов здесь сейчас я навру. Атомов 51, все, я вру. Атомов 51, и оно ровно там на 26. Есть, на самом деле, и другие состояния, но это устроено так, что либо одна частица посередине, вторая бегает, либо наоборот. Когда мы такое увидели, мы очень удивились. А в центре – это четверные квадраты? Да, ровно в центре – ноль, потому что две частицы отталкиваются. На всей диагонали – ноль. Пси-н-н равно нулю. Поэтому вот эта вот формула, которая написана, она на самом деле неправильная. Она работает везде, кроме диагонали, потому что на диагонали должен быть строгий ноль, у меня в задаче бесконечное отталкивание. То есть это состояние очень странное. Чем оно странное? Тем, что в нем появились моды, которые локализованы всего на одном-двух узлах решетки. Таких мод без взаимодействия в задаче нет. Без взаимодействия у меня все одночастичные моды – это просто стоячие волны. И вот никакой такой моды, где одна частица сидит на трех узлах, у меня вне взаимодействующей задачи нет. Как бы вне взаимодействующей задачи у меня бы волновая функция была бы какими-то здесь фигурами леса-жу, или там, не знаю, волнами в ящике, была бы просто суперпозиция стоячих волн. А здесь она устроена именно как стоячая волна умножить на что-то сильно локализованное, ну и плюс наоборот. Это первый неочевидный для нас эффект. Откуда появляется локализация и почему она такая сильная? Почему что-то локализовалось всего на одном узле решетки? Вот это был первый вопрос. Как бы такой неожиданный результат. Ну и сейчас я его попробую начать как-то пояснять. Я начну сначала с качественной очень интерпретации, а потом будет какая-то математика. Качественная интерпретация такая, что у меня первая частица образует стоячую волну, а вторая как бы пленяется в максимуме этой стоячей волны. То есть что-то вроде такой оптической ловушки. Первая частица заквантовалась просто в ящике конечного размера, как какой-то там косинус. В центре у нее максимум этого косинуса. И вот к этому максимуму притягивается вторая частица. И там локализуется. Ну и это можно интерпретировать на языке моей дисперсии одночастичной. У нее есть области с маленькими k и с большими k. Вот оказывается, что частица в области с маленькими k, там, где большая групповая скорость, она квантуется, образует стоячую волну и приводит к локализации частиц с большими k, там, где у них групповая скорость маленькая. Это что ли вообще вся физика она в этом. Физика в том, что у меня групповая скорость сильно зависит от волнового вектора. И я могу выделить легкие частицы с большой скоростью и тяжелые с большими k и маленькой скоростью. Поэтому легкие частицы квантуются, а тяжелые легкие частицы квантуются и образуют потенциал, который будет локализовывать тяжелые частицы. Это как бы такие зачатки ответа и интерпретации, почему вообще происходит локализация. Саша, а это устойчивое решение? Не может быть, что частицы начинают меняться, например? Ну, значит, как это? Я не очень понимаю, что значит устойчивость, но частицы – это собственное состояние задачи. Мы решили линейное уравнение Шридингера, в нем есть такое собственное состояние. В каком-то смысле частицы, конечно, могут меняться местами, они неразличимы. То есть у меня действительно состояние хитрое. В нем первая частица образует потенциал для второй, но одновременно вторая образует потенциал для первой. То есть когда я говорю, что легкая образует потенциал для тяжелой, это, конечно, очень здорово, но частично обман, потому что две частицы неразличимы. В этом смысле они, конечно, меняются местами, но каждая друг друга локализует. В результате получается такое странное состояние. От числа M большое – это зависит от числа частиц? От числа атомов зависит. Такие состояния есть, в принципе, при любом числе атомов. И их много раз... Простите, если атомов больше десяти, то дальше... Ну, потому что если атомов там меньше десяти, то сложно понять, что такое локализованное состояние на нескольких узлах. А вы смотришь, для десяти? Для десяти... Ну, как-то это хуже оно локализовано. Начиная с пятнадцати, вся физика от числа атомов вроде бы особо не зависит. Спасибо. На самом деле, картинка, которую я сейчас показал, она еще ничего не объясняет. Потому что... Ну, хорошо, одна частица образовала стоячую волну, но почему вторая локализована всего на одном узле? Ведь в этой стоячей волне характерный масштаб все равно большой. Но вот как нарисовано. Характерный масштаб стоячей волны – это много узлов. А частица, оказывается, вторая локализована всего на одном. И это непонятно из картинки, которую я показал. То есть из нее, может быть, можно себя как-то убедить, откуда вообще локализация и где локализация. Но почему локализация такая сильная, пока я не объяснил. Сейчас попробую какие-то наметки сказать. Можно в этой задаче... Да, ну и вот этот вот анзац, который я написал, локализованное на свободное, плюс свободное на локализованное, он тоже, оказывается, что работает очень плохо, если попытаться с его помощью что-то сделать, там какой-нибудь hard refug написать метод, как бы попробовать получить уравнение на локализацию с этим анзацом, ничего не получится, потому что в нем он не работает ровно в самой интересной области. Как бы на диагонали у меня должен быть ноль, потому что есть отталкивание. И ровно там этот анзац и не работает, потому что здесь стоит плюсик, но и на диагонали он ноль не дает. Поэтому попытка... Мы пытались этот численный расчет как-то понять и сделать какую-то аналитику. Вот первая попытка взять такой наивной анзац и написать что-то вроде hard refug, она с треском провалилась. Просто он не работает. Совсем простыми способами локализацию не описать. Но кое-что сделать можно. И чтобы кое-что сделать, нужно в этой задаче избавиться от дальнодействия. То есть оказывается, что вот то, что есть связь между сколь угодно далеко расположенными атомами через фотон, это очень важно. И именно поэтому такой простой анзац и не работает. Но можно выполнить некоторый трюк. То есть вот здесь у меня сверху показано двухчастичное уравнение Шреддингера на матрицу, на мою волновую функцию. Как оно устроено? В нем есть слагаемое, которое отвечает за движение первого возбуждения. Вот это h ψ. Есть слагаемое, которое отвечает за движение второго возбуждения. Это ψ на h. И h – это одночастичный уже гамильтониан. Это вот эта матрица минус и гамма ноль на экспоненту. И есть слагаемое, которое отвечает за взаимодействие, за то, что две частицы никогда не могут быть в одном узле. Вот ровно в этом уравнении Hartree-Fock вообще работает очень плохо. То есть оно легко решается численно, дает такой странный ответ, но его сложно понять Hartree-Fock. Что можно сделать? Можно в этом уравнении попробовать избавиться от дальнодействия. Или от нелокальной связи, точнее. Нелокальная связь у нас берется из-за того, что возбуждение может переноситься из одного атома в другое через волновод сколь угодно далеко. Можно сделать некоторую замену базиса, которая написана желтым. И, грубо говоря, вместо матрицы H в этом уравнении писать обратную матрицу к H. То есть это некоторый трюк, который эквивалентен замене базиса. Смысл очень простой. Если у вас есть матрица, которая очень плотная, то обратная к ней будет разреженная. Но трюк крайне простой, но очень эффективный. То есть в этой задаче матрица такого одночастичного гамильтониана очень плотная, потому что есть связь между далеко расположенными атомами. Ну, а обратная к ней оказывается просто трехдиагональной. И можно переписать уравнение Шредингера не через матрицу H, а через матрицу H-1, просто домножив его слева и справа на H-1. Такой странный трюк. Но оказывается, что после этого трюка уравнение анализировать гораздо проще, потому что в нем пропадает дальнодействие. И в нем уже всякие анзации вроде хард-рифлока будут работать гораздо лучше. Мы не до конца понимаем, почему именно, но вот это такой факт из сравнения с численным расчетом. Ну и что оказывается? Оказывается, что те эффекты, которые мы наблюдаем, проявляются в гораздо более простом таком двухчастичном уравнении Шредингера. И вот оно показано на этом слайде. Я его обвел. Здесь у меня x и y – это координаты первого и второго полиаретонов. И волновая функция зависит от двух координат. Есть слагаемое, которое отвечает за движение полиаретонов. И есть по-прежнему то, что пришло от взаимодействия. Чем это уравнение странное? Как бы что в нем сохранено от нашей изначально странной задачи с одночастичной дисперсией минус 1 на k в квадрате? Это вот то, что в правой части появляются производные. То есть у нас уравнение Шредингера как бы необычное. hps равно eps. h, что ли, обобщенное. hps – это e умножить на нечто умножить на psi. Вот такое интересное двухчастичное уравнение. И в нем уже вся основная физика задачи, которую я сегодня буду рассказывать, содержится. То есть вот такое интересное двухчастичное уравнение, в котором есть взаимодействие и есть то, что пришло от плоской дисперсии. От минус 1 на k в квадрате. Ну и что в нем можно сделать с этим уравнением. В него можно подставить решение как раз в виде плоская волна умножить на функцию, которую я хочу найти, на функцию хи. Плоская волна бралась, точнее стоячая волна, стоячая волна – решение, найденное без взаимодействия. А хи – это будет функция, которая будет чувствовать потенциал стоячей волны. То есть я могу такое двухчастичное решение подставить в мое уравнение Шренингера и написать уравнение на хи в потенциале стоящей волны. Ну и вот это желтое уравнение внизу слайда. А оно тоже оказывается интересным. То есть в нем есть как бы то, что пришло от свободного движения, там будет такая дискретная вторая производная, даже не так важно, что она дискретная. Вот D2 хи по DX дважды. И будет потенциал стоячей волны. Потенциал стоячей волны будет в знаменателе. И это как раз тоже следствие странной одночастичной дисперсии. Ну и это вот главное уравнение. Все, что я дальше буду сегодня рассказывать, следует из этого уравнения. Как-нибудь эту функцию можно показать, которая стоит, вот этот множитель перед хи во втором слагаемом, как она от х зависит? Ну а вот я здесь качественно показал, это просто будет какой-то косинус в квадрате. Вот это вот черная прямая, черная кривая. Это функция, которая будет вести себя от х, с той же периодичностью, что и стоячая волна. Это то, что знаменателе стоит в одном слагаемом, да? Ну, знаменателе, но если это в числителе, в числителе это тоже будет какой-то там функция, которая будет осцилировать с периодом стоячей волны. То есть уравнение Шренингера уже становится обозримым. В нем есть что-то вроде второй производной, она дискретная, но это может быть даже не так важно. И есть потенциал, зависящий от х. Это уравнение уже можно, ну оно уже такое совсем понятное. И из него можно увидеть, что частица может локализовываться в максимумах этой стоящей волны. потому что эффективный потенциал будет минус модуль частоты на ПСИ 0 в квадрате. То есть можно увидеть, что где ПСИ 0 в квадрате большое, в эффективном потенциале будет ямка. И туда и будет что-то садиться. Какие уравнения наверняка исследовались? Ну, несомненно. Мы просто не до конца, мы старались искать, как бы, но вот пока нашли не все. Оно очень похоже на обычное уравнение Шренингера, но вот со знаменателем. Кое-что исследовалось, конечно. Исследовались уравнения Шренингера в периодическом потенциале. Это я, я к этому приду. Конечно. Конечно же, в периодическом потенциале уравнение Шренингера писали, и тут ну как это, вся физика твердого тела это движение частицы в периодическом потенциале. Здесь есть две небольшие специфики. Первое, то, что этот потенциал входит хитрым образом в знаменатель. И второе, что это уравнение на решетке. То есть вот это D2, это на самом деле дискретная вторая производная. Это важно, но и это будет сейчас, собственно, важно. А так это уравнение уже выглядит как что-то понятно. Из него можно понять, что будет локализация в пучностях волны, но пока непонятно, почему на одном узле. Я попробую совсем качественно сказать, чем это... Саша, здесь эпсилон в знаменатель это собственное число. Энергия, да, ее нужно найти. То есть ее тоже нужно найти, да, вот с этого уровня? Да, это уравнение на эпсилон. А на хи-граничные условия какие? Производная равна нулю на краях. Это можно показать. Но, в принципе, не очень важно. Саша, правильно я понимаю, что вы вот этим трюком обратным гамильтаниану вы избавились от дальнодействия? Да, да. Тем самым, вот это уравнение, вот новое, оно как бы локализовано, оно, у него есть границы действия? Ну, да, да, да. Я избавился от взаимодействия. Мое уравнение стало больше похоже на обычное уравнение Шредингера, но цена, которую я за это заплатил, то, что энергия стоит в знаменателе, то, что оно обобщенное. Для численных решений, оно иногда ломается, для некоторых это приближение, этот переход в это уравнение, но оно вот, для того, что я буду рассказывать, оно работает. Чем это уравнение интересное? Я его могу еще показать еще раз и сначала в таком непрерывном варианте. Хи два штриха плюс хи и в знаменателе давайте его напишем вблизи максимума стоячей волны, где можно косинус представить как параболу. То есть, я даже его еще сильнее упрощу. Вот, давайте его опишем вблизи ямки потенциала, когда стоячую волну можно просто описать как парабола. Тогда уравнение совсем простое и как бы казалось бы оно совсем очевидное. Ну вот, в нем есть небольшой сюрприз. Может быть, он не сюрприз для специалистов, но был сюрприз для нас. Ну, что сделать с таким уравнением? Можно его решить численно, но это будет там некоторая гипергеометрическая функция, с которой не очень... То есть, можно его решить аналитически, получить гипергеометрическую функцию, с ней не очень понятно, что делать. Можно попробовать написать квазиклассическое приближение. И оказывается, что в квазиклассическом приближении квазиклассический интеграл не зависит от энергии. И это не то, к чему мы привыкли, ну, по крайней мере, для какого-нибудь обычного потенциала осциллятора. То есть, такое бывает, например, просто для потенциала минус 1 делить на х в квадрате. Но вот здесь это тоже. Если я просто пишу квазиклассический интеграл, импульс у меня это единица поделить на корень из энергии минус альфа х в квадрате. И если я его проинтегрирую, то энергия из ответа пропадает. Ну, или иными словами, у меня все собственные функции выглядят одинаково. Они отличаются только масштабом. Если у меня есть решение с энергией Е, какое-то это уравнение, то я могу его отмасштабировать и получить решение той же формы, но с другой энергией. Вот такое немножко странное уравнение. Ну, и что в нем происходит, если попытка его анализировать в непрерывном пределе, она вообще в каком-то смысле неправильная. его лучше анализировать как дискретное уравнение, как мы его изначально и получали, когда вместо второй производной стоит ее дискретный вариант. И тогда у меня вот этот скейлинг собственных решений будет что-ли обрезан на масштабе решетки. И если я решу это уравнение численно, то вот что я получу. Я получу много собственных решений, они здесь показаны цветом, каждая вертикальная полоска это собственное решение. И они все выглядят одинаково и все отличаются только масштабом. Ну и вот этот я могу брать собственное решение и его как бы уменьшать по масштабу. И так уменьшать вплоть до самого локализованного решения самой маленькой энергии. То есть в дискретном варианте это уравнение имеет локализованное решение, которое садится на масштаб решетки. Оно такое немножко неочевидное. Но как раз из него можно понять, откуда у нас берется очень сильная локализация. Потому что в эффективном уравнении, которое мы решаем, есть некоторая масштабная инвариантность, которая обрубается на масштабе решетки. Поэтому все и локализуется на масштабе решетки. Это где-то две трети доклада. Но вот самое основное я считаю, что сейчас я объяснил локализацию. Почему у меня одна из частиц может сделать потенциал для второй, который локализует вторую частицу очень-очень эффективно на одном узле решетки. Вот. И то, что я сейчас писал, это было поведение вблизи одного максимума стоячей волны. Но дальше естественный вопрос, что будет, если в стоячей волне много максимумов. То есть можно ожидать такие решения, которые будут локализованы у каждого максимума. Здесь, здесь, и так далее. Ну и дальше можно ожидать, что между ними будет какое-то туннелирование и какая-то гибридизация. То есть оказывается, что физика этой задачи очень интересная, если первая частица образует стоячую волну с большим числом максимумов, а вторая уже чувствует такой потенциал стоячей волны с большим числом максимумов и потенциал решетки. Как устроены собственные состояния то, что мы находили численно? Вот собственные состояния, опять же, которые мы нашли численно, они разные. Это для одной и той же системы с одним и тем же числом 51 узел, просто разные собственные моды с разной энергией. Чем они отличаются? Они отличаются что ли несущей стоячей волны. Например, в левой верхней панельке в стоячей волне видимо три периода, а в какой-нибудь панельке нижней посерединке там периодов побольше. ну и вот у меня получается большое количество таких интересных решений. Как бы у меня теперь не в одной точке что ли крестик, а у меня решение состоит из большого числа крестиков. У меня одна частица образует стоячую волну, а вторая как-то распределена по максимуму или там по узлам этой стоячей волны. И это мы тоже хотели понять. что происходит в этом режиме. А левая нижняя, правая нижняя. Это очень интересно. одна частица образует стоячую волну, а вторая сидит на краю. То есть одна из частиц локализует другую на краю. В этой волновой функции у вас один полиаритон всегда на краю, а второй где-то бегает. Если я до этого дойду, я вас буду убеждать, то это топологическое краевое состояние, индуцированное взаимодействием. Но если так без громких слов, то благодаря взаимодействию одна из частиц все время близко от края, а вторая где-то. приближение приближение, которое вы делали, вот все-таки ваше уравнение, он имеет приближение, годится ли они для описания вот этих крайних эффектов? Оказывается, что для этих годится, то есть для некоторых других не годится, но для этих годится, и то, что я здесь показываю, это не приближение, это вот не результат этого приближения и трюка, а это честное решение двухчастичного уравнения Шредингера на решетке. То есть это результаты численного расчета, я их сейчас буду объяснять. Но я их смогу объяснить все тем же уравнением, с тем же потенциалом. А значит для этого численного точного решения там граничные условия еще какие? Они автоматически получаются, оно же на решетке, Петя. Как бы у меня задача на решетке, поэтому где-то у меня просто атомы кончаются. Атомы кончаются, то есть не периодически, а просто не кончаются конечные. То есть эти краевые состояния, они должны зависеть от того, как выбрана граница. У меня граничные условия просто естественным образом получаются в задаче тем, что у меня конечный массив атомов. То есть вообще все эффекты, которые я изучаю, для них очень важна конечность системы, потому что у меня изучается поведение в потенциале стоящей волны. Если система бесконечная, то стоячей волны не будет. Мне очень важно, чтобы у системы были края и была стоящая волна. То есть это такая мезоскопика, что ли. А вот сток, про который ты говорил вначале и выкинул, он как-то на эти состояния краевые влияет на то, что у тебя могут уходить в атомную систему? Не очень, не очень. То есть в принципе могло бы на некоторые состояния в этой системе это влияет. Но вот у всех, те, которые я здесь показываю, у них у всех время жизни очень большое и как бы на пространственное распределение это все не влияет. Если здесь очень внимательно, может быть, это не видно в трансляции, но там подписана мнимая часть у них, то есть у меня везде ри-е написано сверху и им-е, но она там где-то большая, где-то маленькая. Вот у краевых она, кстати, побольше. Вот тут вот им-е побольше. Заметно больше части. Да, но это не очень важно. Оказывается, что бывают, то есть излучательные потери могут быть, могут не быть, но не в этом соль. Как бы с точки зрения локализации на краю или в центре соль оказывается не в этом. Соль в чем-то более простом. И вот в принципе, как Дмитрий Георгиевич говорил уже, но такие задачи люди изучали. То есть у меня задача очиститься на решетке в двух потенциалах. В потенциале решетки и еще в потенциале стоячей волны. А можно еще к предыдущей картинке вернуться? У вас 50 узлов, да? И вот посмотреть, извиняюсь, я извиняюсь, мне придется на секунду отвлечься. Продолжайте, пожалуйста. Да, я тогда попробую вот к этому слайду. Он в каком-то смысле ключевой, уже дальше все, что будет, это его демонстрация какая-то. Значит, мы решаем задачу с двумя потенциалами. Потенциал решетки и потенциал стоячей волны. Такие задачи физики изучались и до нас. И оказывается, что наша задача формально очень похожа на задачу об электроне одном в двумерной квадратной решетке, перпендикулярно которой приложено магнитное поле. То есть, вот я справа нарисовал эту решетку. Дальше я могу написать уравнение сильной связи. я считаю, что у электрона будет какой-то волновой вектор фиксированный вдоль оси Y. Тогда у меня в этом уравнении будут прыжки влево и вправо в модели сильной связи, ну и будут прыжки вверх и вниз. И прыжки вверх и вниз фаза при них будет набираться разная из-за магнитного поля. То есть, получается такое уравнение с прыжками и с периодической фазой из-за магнитного поля. Вот это, наверное, что ли, главное в этом в целом докладе. То есть, задача у решетки, об электроне на решетке двумерном одном перпендикулярном магнитном поле имеет тоже очень похожий потенциал. И этот потенциал это дискретный потенциал решетки плюс модуляция за счет магнитного поля. Наше уравнение, которое я писал до этого, оно имеет все те же черты. В нем есть прыжки между соседями за счет решетки, и в нем есть потенциал стоячей волны какой-то. У нас этот потенциал находится в знаменателе, в этом уравнении Харпера он в числителе, но широкими мазками это все очень похоже. То есть, наша задача о двух взаимодействующих полиуретонах в ящике математически похожа на задачу об электроне в магнитном поле. Ну, а задача об электроне в магнитном поле, она уже много тем изучалась, и для нее что известно, если это электрон непрерывный, то там будут уровни ландау, между ними будут на краю краевые состояния, и так можно описывать квантовый эффект холла, если решать эту задачу на решетке, то спектром будет то, что называется бабочка хавштаттера. То есть, при больших магнитных полях уровни ландау начинают расщепляться. Уровни ландау начинают расщепляться, и расщепляются они хитрым образом, так что спектр на самом деле фрактальный, и он раз величины магнитного потока через ячейку решетки. И это то, что первым об этом сказал Асбель в Институте Капицы, но наиболее известно это как раз как бабочка хавштаттера. Это результат решения уравнения на квадратной решетке в магнитном поле. У нас уравнение формально очень похожее, поэтому мы можем ожидать каких-то похожих эффектов. и и дальше я покажу результаты численного расчета. некоторых 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 принципе можешь торопиться часом ограничено. Хорошо, хорошо. То есть основная мысль вот собственно я ее уже где-то здесь сказал. У меня есть два потенциала. Потенциал решетки и потенциал стоячей волны. Задача о полиуретоне в двух потенциалах или просто очиститься в двух потенциалах она позволяет ожидать разных красивых эффектов. Позволяет ожидать топологических краевых состояний, позволяет ожидать локализации, ну и она такая богатая. То есть теперь то, что мы делали, мы пытались анализировать двухчастичный спектр в нашей задаче и искать в нем разные красивые состояния. как бы что у нас соответствует магнитному полю. У нас магнитное поле это просто период стоячей волны. То есть у нас есть стоящая волна с одним узлом, с двумя узлами, с тремя узлами и так далее. И вот количество узлов стоящей волны в каком-то смысле кодирует величину эффективного магнитного поля в нашей системе. Ну и давайте начнем анализировать собственно спектр. Саша, а в этой картинке, которую вы показываете сейчас, это фрактальность такая-то есть, да? Да. Какая-то размерность наверняка фрактальности появляется. Но там оказывается так, что если у вас значение буквы альфа рациональное, скажем, пять седьмых, то у вас будет семь то ли разрешенных, то ли запрещенных зон в спектре. Если девять тринадцатых, то будет значит тринадцать разрешенных зон в спектре. Ну вот если одна вторая, например, то видно, что их две. А если значение магнитного поля иррациональное, то у вас спектр будет множеством кантора. Ну по крайней мере он ему там топологически эквивалентен множеству кантора. У нас не будет никакого множества кантора, потому что магнитное поле это просто номер стоячей волны. Как бы это ж делить на н. У нас магнитное поле всегда рациональное. Оно наглухо прибито к номеру стоячей волны. Но тем не менее даже при рациональных магнитных полях можно ожидать богатого спектра. То есть даже если в этой бабочке оставить только все рациональные значения магнитных полей, спектр все равно будет разнообразным. Но это как бы бабочка хавштаттера. А наша задача была ее как-то извлечь из численного расчета. То есть нужно как-то взять все состояния, например, у вас 100 атомов, тогда будет двухчастичных состояний 100 в квадрате, потому что 100 координат первой частицы, 100 второй, то есть 10 тысяч состояний. Мы их можем найти численно, но дальше их нужно как-то все правильно индуцировать для каждого состояния определить номер стоящей волны и их правильно расположить, чтобы увидеть такую бабочку и понять, работает вообще все это или нет. Имеет ли какое-то отношение наша задача к этой бабочке хавштаттера. Но так в принципе можно ожидать, что у нас будет квантовый эффект холла на решетке, но индуцированный взаимодействием. То есть вместо стоящей волны у нас будет просто взаимодействие двух частиц, вместо магнитного поля будет взаимодействие двух частиц в ящике. Так, я сдвинусь и попробую тогда, в любой момент могу перейти к последнему слайду, тут на самом деле скорее детали. То есть то, что нужно сделать, нужно аккуратно проанализировать спектр одночастичных и двухчастичных состояний. Спектр одночастичных состояний я уже показывал, у него есть точка сгущения вблизи резонанса атомов. Это минус один на к в квадрате. И там, скажем, сто точек, которые сгущаются к центру. Спектр двухчастичных состояний гораздо богаче, потому что даже без взаимодействия нужно взять суперпозицию двух любых одночастичных состояний, вот как показано желтым цветом. То есть если даже нет взаимодействия, то спектр двух состояний гораздо богаче, чем спектр двух частиц гораздо богаче, одночастичный. В одночастичном спектре у меня есть одна точка сгущения на резонансе, а двухчастичный он состоит из такого массива этих точек сгущения. Они как бы размножаются. Включается, да, одночастичный включен в двухчастичный. Да, вот у меня как бы каждый такой кластер это и есть одночастичный спектр. Поэтому как бы у меня много одночастичных спектров. И каждый одночастичный спектр он просто соответствует какому-то фиксированному номеру стоячей волны. То есть одна частица образовала стоячую волну, а вторая как-то ведет себя в потенциале этой волны. То есть вот в спектре много-много таких кластеров. и я его даже сейчас увеличу. Вот этих кластеров получается там несколько, а не сто. А их там на самом деле сто, Петя. Их просто надо взять и начать увеличивать. Ну вот здесь это видно. То есть у меня такой спектр очень-очень сильно сгущающийся к нулю. И нужно его взять и целенаправленно увеличивать. достижение нашей работы видимо в том, что посчитать этот спектр вообще ничего не стоит на компьютере. Но нужно было догадаться, что его нужно спектр брать и вот так вот последовательно увеличивать. Потому увеличивать, увеличивать, увеличивать и смотреть на разные кластеры, которые там сгущаются к центру. Ну и это делать не просто как бы пока номер кластера маленький, их можно еще глазом увеличивать. Когда он большой, там лучше делать некоторый там фурье анализ состояний, чтобы их разделять. Ну и если взять один какой-то большой кластер и посмотреть отдельно на его спектр, на энергию в зависимости от номера, то спектр будет очень интересным. Он будет состоять из таких ступенек, которые вот показаны синеньким. И в каждой ступеньке число состояний фиксировано. Но между некоторыми ступеньками будут встречаться еще пара состояний посередине. То есть качественно можно сказать, что у меня в задаче есть что-ли уровни ландау, ну вот я сейчас уже такие эффективные уровни ландау индуцированных взаимодействий, а между ними есть краевое состояние. Если я посмотрю на состояние на ступеньки любой из них, то оно более-менее равномерно размазано по всей структуре. Это вот правый нижний угол. А вот те состояния, которые находятся между уровнями ландау, они сидят на краях. и это вот правый верхний угол, это H-State, 62-ое состояние сидит на краю, а 63-е это состояние на уровне ландау, оно сидит по всей структуре. Ну и вот у меня состояние в каждом кластере, они так устроены, то есть там есть сколько-то состояний вырожденных почти, потом там могут быть состояния на краю, потом там другая ступенька еще вырожденное состояние. А вот по счету желтенькие здесь вот вот эти вот состояния, они вроде бы такие же, как и синенькие. Почему? Я, наверное, может быть, я вопрос не до конца понял. У меня как бы между каждыми, у меня между двумя ступеньками нету краевых состояний, а потом пара появляется. А потом между двумя нету, потом пара появляется. А потом вот те третьи по счету желтенькие, самые светлые, они тоже на краю сидят. Предыдущие. Вот это у них энергия просто ближе к краю, но они все равно будут сидеть ближе к краю зоны, но они все равно на краю сидят. То есть вот все, которые желтый, как бы цвет у меня кодирует степень локализации состояния. Чем он ярче, тем оно более локализовано на краю. Поэтому все яркие, они как раз сидят на краю более или менее хорошо, а все синенькие они где-то в центре. Ну и вот то, что сверху показано незакрашенными кружочками, это результат вот того аналитического уравнения, которое было до этого. То есть я могу тот же самый спектр получить и аналитически, если буду решать не исходное двухчастичное уравнение Шредингера, а вот уравнение дискретное с потенциалом, ну вот которое вот вот это вот уравнение желтенькое, если его решить, то спектр оказывается очень похожим. Вот там сдвиг на графике он искусственный? Нет, он не искусственный, это потому что мы спектр, потому что в желтеньком уравнении считается, что спектр ровно минус один делить на к в квадрате, а там есть еще поправочка, это общий сдвиг, связанный с тем, что мы немножечко врем в дисперсии. Она там не совсем минус равенна к квадрате. Судя по картинке, одинаковый для всех мод. Да, поэтому он на пространственное распределение никак не влияет. А вот расстояние между кластерами. Оно там тоже регулярное. Между кем? Между кластерами. У тебя там кластеры распределены. ну потому что уровни ландау, значит, как это, потому что в осцилляторе спектр эквидистантный. Поэтому оно более-менее регулярно, ну вот там с какой-то точностью потом уровни ландау пропадают. Я про разные кластеры. Вот мы сейчас один кластер смотрим, а на предыдущем кластеры сгущаются. И они как один там на квадрат или что-то? Как один на квадрате, да. Они сгущаются к нулю. Но как бы для каждого из кластеров картинка будет такая. Теперь здесь я не туда пошел. Здесь я просто показываю те же самые состояния на краю и в центре немножечко более увеличенно. На верхней панели это двухчастичная волновая функция, а нижняя это я показал средняя вероятность для одной частицы, усредненная по второй. Для одной частицы, для краевого у меня максимум где-то на краях, а для объемного объемное размыто по всей структуре. На самом деле это все можно понять без всякой топологии, без всяких слов громких, а просто из задачи об спектре гармонического осциллятора. У меня есть задача, я изучаю движения в потенциале стоячей волны. Вблизи каждого максимума стоячей волны потенциал близок к параболическому. Параболы, которые центрированы в разных уровнях, которые центрированы в разных максимумах, друг с другом не говорят. У меня вблизи каждой ямки, вблизи каждого максимума стоячей волны у меня будет спектр, как у осциллятора. Если эти уровни далеко друг от друга, то они слабо связаны, поэтому уровни будут и вырождены. Но на краю у меня немножечко по-другому устроена волновая функция. То есть ямка на краях будет другой. Поэтому на краю у меня состояние и оказывается локализованным. То есть в принципе всю эту задачу можно говорить, что это у меня квантовый эффект хула топологической краевые состояния, а можно говорить, что у меня просто потенциал параболы, что у меня потенциал стоячей волны, но на краях он ведет немножко по-другому, поэтому там есть краевые состояния. Вот картинка наверное вот эта вот картинка в левом нижнем углу. У меня в каждом максимуме стоячей волны есть своя лестница уровней. Эти уровни вырождены, но на краях появятся какие-то другие уровни. Вот такая картинка и собственно почти последний слайд, что у нас будет с уровнями с бабочкой хавштаттера. В задаче об электроне в магнитном поле есть бабочка хавштаттера, но вот можно ли у нас построить аналог бабочки хавштаттера. Для этого нужно взять и аккуратно построить рядом спектры для разных кластеров. То есть вот здесь по вертикальной оси у меня просто номер кластера. Я беру спектр для одного кластера, потом спектр второго, сдвигаю их, выравниваю друг над другом. Ну и еще и в логарифмическом масштабе по энергии. Ну и получается такая богатая картина. В маленьких магнитных полях я могу разделить по-прежнему уровню Ландау и краевые состояния, а в больших магнитных полях, то есть как бы если в стоящей волне много максимумов, у меня эти мои условные уровни Ландау начинают расщепляться, но и спектр оказывается очень богатым. Он не то чтобы фрактальный, но у него действительно очень богатая структура, там есть краевые состояния при кластерах с большим номером, но и он гораздо более богатый, чем вообще все, что можно было ожидать. А по вертикали относительная все-таки величина отложена? Да, это номер стоячей волны поделить на число атомов в задаче. Самое маленькое значение по оси абсцисс это стоячая волна с одним, двумя, тремя максимумами, а дальше в ней растет число максимумов и число узлов. Ну и вот такой ответ. Оказывается, что задача двух взаимодействующих полиритонов с конечным массивом, которые взаимодействуют два фотона с конечным массивом атомов, она проявляет и локализованное состояние, и такие локализованные на краю состояния, и много всего. Может быть, что еще здесь бывает? Оказывается, что если у стоящих волн очень-очень большой номер, то они могут смешиваться друг с другом. То есть разные стоячие волны перестают быть независимыми. И получаются такие состояния чем-то похожие на то, что называется квантовый хаос. То есть у меня состояние, оно вроде бы получено из решения вполне определенного дискретного линейного уравнения Шридингера, но волновая функция будет очень нерегулярная. И это то, что показано справа. Видимо, такие задачи бывают во всяких бильярдах сложной формы. Если рассмотреть задачу частицы в бильярде сложной формы, не квадратном, а каком-нибудь не знаю, даже обальном или лучше выпуклом, с выпуклыми стенками бильярда синая, то там тоже бывают такие интересные собственные моды, которые совсем не похожи на стоячие волны. вот у нас это тоже есть, мы пока это не очень понимаем, но такие состояния у нас есть. И если посмотреть в целом на спектр состояний в нашей задаче, какие вообще бывают разные состояния, то оказывается, что он прямо очень-очень богатый. То есть здесь я показал в центре просто комплексную плоскость энергии, здесь вещественная ось и манимая. И я показываю примеры различных состояний в нашей задаче. Вот что было известно в 54-м году, это состояние сверх излучательное, дикое, в правом нижнем углу, которое показано, сейчас я его подсвечу. Вот это состояние точно было известно уже 70 лет как. Оно просто симметричное, вероятность возбуждения каждого атома примерно одинаковая. Что сделали датчане в 19-м году? Датчане в 19-м году сказали, что для МОД с очень большими волновыми векторами происходит то, что называется фермионизация. Задача двух отталкивающихся бозонах с сильным отталкиванием эквивалентна задача двух фермионах. Ну и вот они нашли такие состояния, которые на диагонали ноль и у них есть два плавных максима. Это делал Мольмер в 19-м году. То, что мы сначала нашли в этой задаче, это состояние в виде крестика локализованного в центре, когда одна частица образует стоящую волну, а вторая очень хорошо локализована в максимуме или в минимуме, не очень важно, этой стоячей волны. Дальше то, что есть еще, есть состояния, которые локализованы на краю, и это аналог квантового эффекта холла на решетке, это совсем свежее. Ну и вот есть такие хаотизированные состояния, про которые мы пока только знаем, что они есть, но не очень их умеем описывать. То есть оказывается, что спектр этой задачи, хотя она, казалось бы, классическая, очень-очень богатый. И это происходит почему? Потому что одночастичная дисперсия очень сильно не параболическая. Она не К в квадрате, а такая минус один делить на К в квадрате. Поэтому у нее в зависимости от разных волновых векторов можно ожидать очень-очень разных состояний. Такой задачи. Ну и собственно вот последний слайд, где я и показал то, что есть. То есть есть состояние, в которых один полиаретон образует стоячую волну, а второй полиаретон в потенциале этой стоячей волны локализуется либо в центре, либо на краю. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Саша. Очень интересно, как-то неожиданно казалось, что такие вещи должны быть давно известны. Мы тоже до сих пор не уверены, что это где-то не сделано в каком-то другом комьюнити. Пока ищем. Какие перспективы? Тут что дальше можно еще? Тут кажется, что можно много всего делать, да? Ну, кажется, что да. То есть мы даже как это когда я этим начинал заниматься, мы не ожидали ни одних из этих состояний. Мы скорее хотели изучать времена жизни и как на них будут влиять взаимодействия. вот этих локализованных мы не ожидали. Сейчас мы пытаемся изучать трехчастичные состояния. Там есть тоже довольно разнообразная физика. Есть то, что можно в этой системе искать. Это то, что называется состояние Ефимова. Такие состояния, которые у нас в институте были чуть ли не 50 лет назад предложены и 20 лет назад их нашли в холодных атомах. Это когда у вас есть слабое притяжение частиц и связанных двухчастичных состояния не бывает, но появляются связанные трехчастичные. Вот такие вещи известны для холодных атомов. Может быть, здесь можно про что-то похожее подумать. В целом, мое ощущение, что физики взаимодействующих частиц, может быть, не так много изучалась ситуация, когда одночастичный спектр не параболический. То есть у нас все эти красоты берутся из-за того, что одночастичный спектр вместо параболического устроен как минус один делить на к в квадрате. Для полиритонов это очень естественный спектр, а для каких-то других возбуждений он, наоборот, очень странный. Что-нибудь с экспериментаторами тут можно сделать? Мы пытаемся. Видимо, в ближайшее время сможем отправить работу, где впервые аккуратно проанализировали одночастичное состояние как раз на массиве сверхпроводящих кубитов. И это мы делаем вместе с Алексеем Устиновым, который работает в Карлс-Ро, и у нас в России в Миссисе. То есть они делают сверхпроводящие кубиты, и там у них есть уже 10 кубитов, в которых можно контролируемо менять частоты, и это позволяет хорошо мерить одночастичные состояния. Пока в мире нет ни одной работы, где надежно умеют мерить собственные функции для двухчастичных состояний. То есть начали какие-то похожие работы появляться только в 2019 году, но как бы это довольно сложно. Не то, чтобы это невозможно, но двухчастичное состояние мерить их пространственное распределение, это сложно. Но мне кажется, что в течение пары лет появится появится. В принципе, вся эта деятельность это такие отходы от попыток создания квантового компьютера. Много людей пытаются сейчас сделать на разных кубитах квантовый компьютер. Я в этом ничего не понимаю, как работает квантовый компьютер, но те системы, которые они делают, можно использовать для демонстрации разной новой многочастичной физики. Может, что-то и появится. Замечательно. Тогда мы организуем дискуссию после доклада. Петя, ты можешь сказать? А благодарить докладчика мы будем? Я поблагодарил один раз, а после дискуссии должна идти вторая благодарность. Понятно. тогда дискуссию организуем, конечно. Вопросы, пожалуйста. Ну, да, я могу отключать микрофоны невежливым людям. Можно я спрошу? У вас какой-то аналог обменных взаимодействий здесь есть между вот этими возбуждениями? Так отталкиваем. Я даже не очень как бы у нас что ли кулона. Может быть у нас только обмены есть. Я не уверен, как правильно их разделить. Здесь обмены кулона. Волновая функция у нас симметричная при перестановке двух узлов. Это нам очень важно. На одном узле она как бы ПСНН ровно ноль. Вот чему это соответствует с точки зрения обменного взаимодействия я просто боюсь как-то неаккуратно сформулировать. Наверное есть. Так вот эта фермионизация это не будет как раз по сути дела обменным взаимодействием? Можно так и рассматривать. То есть что оказывает. Я может быть попробую про фермионизацию чуть больше сказать как бы в чем была заслуга наших датских коллег. Они знали про физику фермионизации. Видимо есть теорема что если есть одномерный газ с параболическим спектром бозонов и отталкиванием то основное состояние всегда будет фермионизовано. И они эти знания применили. Почему у нас не все что есть почему мы вообще что-то видим помимо этой фермионизации. может быть я так задам вопрос сам и сейчас на него даже попробую как-то ответить. Потому что спектр у нас устроен для этих полиаретонов отка хитрым образом. Вот эта энергия вот это волновой вектор вот вначале он идет линейный как свет и там нет никакой фермионизации наших эффектов тоже нету. Потом он начинает загибаться как минус один делить на k в квадрате. Но дальше есть где-то край зоны брюллиена потому что у нас периодический массив пи пи на d и вблизи края он ведет себя параболическим образом. Поэтому оказывается что вот в области вблизи края где кружочек там спектр параболический и там фермионизация. И это вот то что изучали датские коллеги это совсем вблизи центра совсем совсем вблизи резонанса где волновые векторы обоих частиц близки к краю зоны брюллиена. Если наоборот волновые векторы обоих частиц маленькие то это вообще свет. А мы работаем в промежуточной области вот с дисперсией минус один делить на k в квадрате. Она как бы между светом и параболой. Еще вопросы? У меня кстати есть вопрос про бабочку в смысле бабочку Пашакинского а не бабочку этого хаштаттера. А вот там у вас на горизонтальной оси отступ энергии в абсолютных величинах на лицо правильно? В алгоритме сейчас не мы делаем что это у вас же вот эти вот кластеры то что я спрашивал они как-то значит скейлинг там есть про которые ты говорил там если у вас здесь знаменатели учесть то есть отнормировать что ли на вот это разница энергии внутри одного кластера да внизу как бы правильно я понимаю нарисован или нет просто у меня вот по-моему по-моему и да все я на какую на секунду пропадал но сейчас вроде бы все двигаются мы что делаем мы берем спектр и начинаем делать у него вот это вот разделение на кластеры после этого у каждого кластера есть край и дальше мы раскладываем энергия минус энергия края да да и вы как бы в абсолютных единицах но сами вот эти энергии края е йод макс да или значит они у вас меняются и с увеличением номера кластера значит что-то энергия что-то падает да вот ровно вот так вот ровно по той же формуле минус 1 делить на так а вы не пробовали здесь на этот йод квадрат что-то умножить вот это дело она не станет более не знаю Петя не знаю может быть так и надо было делать мы очень долго думали как их правильно значит преобразовать может быть надо действительно то есть я просто если честно взял логарифм и уже что-то увидел этого хватило но может быть если умножить на йод квадрате действительно станет лучше как будто ее хочется повернуть это правда то есть как ее называть эту бабочку как бы значит как это я если кому-то кажется что это не бабочка то мне особо возразить нечего может быть ее надо на 90 градусов повернуть чтобы бабочку увидеть спасибо так какие-то вопросы появились вот ну в ютубе сегодня никто не задает вопрос честно говоря можно я задам вопрос Саша вы сказали что для вашей задачи принципиальную важность имеет конечность числа атомов в системе а если рассмотреть полубесконечную систему то есть число атомов оно ну решетка атомов волноводия она продолжается в одну сторону неограниченно но имеет конец с другой стороны задача принципиально поменяется или же будет что-то похожее из-за наличия одной границы мне кажется что принципиально поменяется потому что нам нужна стоячая волна для стоячей волны нужно два края если можно каким-то способом создать стоячую волну без двух краев то наверное будут похожие эффекты там не знаю поставить два дефекта в бесконечный массив наверное там тоже что-то будет можно изогнуть и сделать круг такой наверное это наверное а в круге вот я тоже нам такое предлагают мы все не посчитали но по-моему в круге тоже не будет работать потому что в круге стоячая волна как бы не знает где ей иметь кучность если какой-то сделать пиннинг стоячей волны в этом круге например не круг там кольцо с дефектом если взять то наверное тогда уже тоже все будет работать потому что на дефекте стоячая волна как-то фазы у нее зафиксируется благодаря дефекту и тогда все тоже будет работать вообще она не может как бы автопилинговаться на узле но у тебя будет n вырожденных состояний по кругу ну вот я не очень понимаю если бы это была нелинейная физика если бы я решал настоящую нелинейную задачу тогда бы я мог ожидать какой-то спонтанного нарушения симметрии и у меня где-то фаза спонтанно зафиксируется но я же решаю линейное уравнение Шредингера там оно хоть и со взаимодействием но оно все равно линейное и как бы откуда ему знать где ему в системе с одинаковыми атомами на кольце иметь ноль фазы спонтанного нарушения симметрии у меня быть вроде бы не может просто по тому что постановки задачи как бы можно да извините не я уже все вы что-то хотели ответить я может быть подумал что можно пытаться решать у нас задачу не на собственное состояние а с какой-то напачкой и диссипации вот тогда в ней что ли она перестанет сводиться к линейному уравнению Шредингера если там решать какое-то уравнение для матрицы плотности в нем может быть уже все что угодно я даже поверю что как-то ну оно хоть и линейное будет уравнение для матрицы плотности но может быть там как-то и на кольце что-то будет так я пока не вижу а я хотел спросить одномерно здесь принципиально не знаю для наших ответов для всех принципиально но в принципе можно изучать две взаимодействующие частицы с дисперсией минус один делить на к квадрат в двумерном ящике и мы до этого это бы тоже с удовольствием делали просто рук не хватает как бы у меня тоже ощущение что наверное там тоже ничего неизвестно у нас что ли эта дисперсия минус один на к квадрат она как неуловимый джо она до этого никому не была интересна то есть для нее эффекты взаимодействия оказываются очень яркими и просто потому что дисперсия экзотическая возможно их мало кто изучал еще вопросы есть не признается никто ну что вроде как нет вопросов нету и в ютубе тоже нету осталось два дела первое дело это нужно еще раз поблагодарить докладчик очень интересная замечательная представительность вот такие задачи остались нерешенными но тем лучше для Саши и его коллег вот а второй вопрос насчет следующего семинара у нас есть одна заявка от Саши Нестеренко про космические мазеры что-то он хотел рассказать и мы могли бы устроить еще раз семинар онлайн ну скажем 12 числа 12 мая это через неделю следующий каникулы все выедут на загорать а почему что уже объявили что выходные 5 числа нет они выходные по определению это ну праздничные дни нет они не по определению там с 4 или с 5 по 8 совершенно не обязательно выходные хорошо Владимир Владимирович отдельно объявить и потом какая разница можно узнать там вроде бы сказали что до конца майских продлевается режим как это ну вот как сейчас самоизоляционный то есть те дни которые праздничные они действительно выходные те дни которые в промежутке были бы рабочими всего этого безоборот да они вот в таком же режиме как сегодня тогда значит когда мы можем сделать семинар послушать нестеренка будем мы делать когда я за то чтобы этот семинар состоялся но вот когда его делать 5 или 12 давайте как-то вот я хотел бы слушать мнение семинариста мне кажется что 5 было бы нормально если Саша согласился неужто сейчас так много людей поедет куда-то огороды копать хорошо давайте тогда по электронной почте этот вопрос решим я свяжусь с Сашей голосование сделаем ну я просто его спрошу как а я здесь ну я могу в принципе 5 5 ты есть Саша здесь да я здесь а огород копать ты не будешь я да нет я наверное здесь буду дома хорошо я наверное думаю я успею подготовиться у меня еще презентация не готова но за неделю в принципе можно хорошо давайте тогда 5 числа я сделаю тогда все вопросы решены большое спасибо ты с праздников не поздравил народ а я тебе доверил молодец спасибо ну ладно а с каким из праздников с ним ну 1 мая это праздник ну конечно праздник у нас трудящихся я думал вы про 30-летие запуска хаббла говорите а ну это тоже праздник конечно я был как раз в телескопе три месяца когда обнаружили что у хаббла зеркало не то вот было весело помню да интересные времена да ну ладно ладно всем спасибо 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 большое очень серьезно пока нашли ребенок пришли аннотацию выключился выключился ну ладно догадается